Я повидал много фокусников и кардистов, но канал Кардистри самый лучший. У него самое лучшее обучение на Пандору во всем интернете. Срочное обращение. Канал Кардистри выпустил новое видео. Повторяю. Канал Кардистри выпустил новое видео. Я не пропускаю ни одного его видео и с нетерпением жду нового. Всем привет! И в этом ролике у нас будет продолжение нашумевшего блокбастера «Как крутить карты» часть 2. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите, потому что это очень крутой флориш, очень эффектный, очень быстрый, плавный. Вообще, все, что вам нужно, все там будет. В этом же ролике мы разберем немножко другую штучку под названием «Кикфлип». Окей? Выглядит он примерно вот так. Но я не только обучу кикфлипу, но и обучу полному флоришу, так сказать, да? Например, вот такому. Давайте начинать. Как делается кикфлип? Значит, держим колоду в таком положении. И затем берем, делаем следующее. Далее. Вот здесь уже можно расслабить. Эта стопка нам уже не понадобится. Отпустили. Концентрируемся на вот этой части. Средний палец на углу. И делаем следующее. И делаем дальше следующее. С помощью указательного пальца забираем вот эту часть, оставляя в середине, я бы сказал, примерно 5 карт. 5-7 карт. Это оптимальное количество. Еще раз. Раз. Два. И забрали отсюда стопку. Оставив в середине, вот здесь вот, примерно 5-7 карт. Так будет легче всего. Раз. Два. Три. Все. То есть, если кому-то непонятно, поставьте на паузу и посмотрите, где пальцы. Раз. Два. Три. Окей. Посмотрите, что, где, что держит. На скорости это выглядит быстрее. Теперь, когда мы готовы, когда мы уже находимся в таком положении, мы готовы делать сам кикфлип. Переводим наш большой палец сюда. А стопка держится на среднем пальце, но... Но. Давайте вот так вот сделаем сейчас. Посмотрите, где она находится. Она находится в нижней части пальца среднего. То есть, примерно вот здесь вот, на второй половине. Не так, не так и не так. А именно... Еще раз. А именно... Вот так. Угу. Давайте. Значит, мы это уже умеем делать. И теперь переводим большой палец сюда. А стопка держится вот на этом пальце. Окей. И мы можем выводить стопку вперед. Для того, чтобы ее, так сказать, пнуть. Мы выводим стопку вперед. И открываем дисплей. Открываем дисплей. Еще раз. Поставьте на паузу, кому непонятно. И посмотрите, какие пальцы что держат. Угу. Взяли. И мы можем начинать бить. Бить мы будем вот сюда. Не сюда. И даже не в самый край. А примерно вот сюда. Это самая идеальная точка. Она ближе к пальцу идет. Мы будем бить сюда. И изначально у вас будет получаться что-то вроде этого. Что-то вроде этого. Или что-то вроде вот этого. Угу. Это нормально. Это нормально. Потому что, как только вы поймете один момент, о котором я сейчас расскажу, у вас начнет получать... Начнет получаться уже полный оборот. Угу. То есть, какой здесь нюанс идет. А нюанс в том, как, с какой силой держать и бить карты. Давайте сделаем так. Возьмем стопку. И средний и большой палец нам нужно слегка расслаблять. Слегка расслаблять, чтобы стопка свободно вращалась. То есть, да, они ее будут все еще держать, но тем не менее стопка уже будет свободнее витать в воздухе. И по этому принципу она может сделать один, а то и два оборота. Но два оборота мы здесь не будем рассматривать. Нас интересует здесь один оборот. Потому что два оборота это еще сложнее. За счет этого стопка и крутится. Она крутится не только за счет удара, но и за счет того, с какой силой вы держите эту стопку. То есть, у вас будет изначально получаться что-то вроде, вот я не знаю, вот этого. Угу. И это нормально. Это нормально. Там на сотый, пятьсотый, тысячный раз у вас уже начнется получать, начнет получаться полный оборот. Окей? И происходит это именно за счет того, куда вы бьете, а бить нужно вот сюда. С какой силой вы бьете, а бить нужно с умеренной такой силой, неплохой. И с какой силой вы держите вот эту стопку. Потому что если вы будете ее крепко держать, то она у вас не перекрутится никогда. Если же вы пальцы расслабите, то будет все хорошо. Угу. Именно то, как вы расслабляете пальцы и залог успеха в этом флорише. Так делается сам кикфлип. И теперь давайте разберем, собственно, сам флориш, да, который работает хорошо в связке с кикфлипом. Мы сделали кикфлип. И когда у нас оборот произошел, мы можем делать дальше флориш. Мы уводим вот эту стопку, которая крутилась сюда-обратно. И с помощью большого пальца мы вот эту стопку держим. А вот эту стопку мы уводим сюда. Окей? Еще раз. Кикфлип, увели обратно, взяли вот эту стопку, а эту вытащили из-под низа. И вывели ее вперед. Далее в левой руке делается что-то вроде, я не помню, как это называется, то ли свинка, то ли... Сисерс. Сисерс называется, да. Еще раз. Так. Увели. И в левой руке делается Сисерс. То есть вот эта стопка, она уводится... наверх. Угу. Сисерс кат называется. Раз. Два. Три. А в этой руке мы переворачиваем стопку до такого положения. и затем просто закидываем. Закидываем следующим образом. Вот этот палец, он надавливает сюда, а вот этот выталкивает. И происходит что-то вроде этого. И давайте еще раз. Кикфлип. Вывели. Сисерс кат в левой руке. Перекрутили эту стопку. И закинули обратно. Ну и теперь медленно. Взяли. Ударили. Убрали обратно. Вывели эту стопку наверх. Сисерс кат в левой руке. Перекрутили эту стопку. И закинули. Вот и все. Это был кикфлип. Один из моих любимых флориш. Один из эффектных флориш. Потому что буквально стопка крутится. Ролик не зря так называется, собственно. Вот. Я надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, если вам понравилось. И также подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали. И нажмите на колокольчик. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. И до новых встреч в новых роликах. Всем пока.